Всем привет, друзья, с вами Андрей и сегодня в выпуске я вам расскажу про SpaceX, которая запустит спутник к Луне, оплаченный криптовалютой Dogecoin. На дорогах Европы и США появится больше автономных грузовиков без кабины. На финские улицы выехал первый автономный рободворник. Футуристичный электроконцепт MG Cyberster станет серийной моделью. На эти темы мы поговорим сегодня в выпуске. Я желаю вам приятного просмотра. Полетели! В 2022 году компания SpaceX запустит к Луне спутник Доги-1 по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. Об этом в Твиттере сообщил основатель компании Илон Маск. «Первая криптовалюта в космосе. Первый мем в космосе», — написал Маск. Спутник Доги-1 принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation. Аппарат весом 40 килограммов выведет на арбиту ракетоноситель Falcon 9 в первом квартале следующего года. Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетной торговли. Криптовалюта Dogecoin была создана в шутку в 2013 году в честь интернет-мема Doge. С начала 2021 года пользователи Reddit проводили флешмоб To The Moon, координированно скупая Dogecoin и стремясь отправить на Луну эту криптовалюту, чтобы ее стоимость достигла 1 доллара. Илон Маск поддержал флешмоб несколькими твитами про Dogecoin. После этого ее стоимость начала резко расти. 1 апреля он написал, что SpaceX отправит Dogecoin на Луну, и курс криптовалюты вырос на 20%. Напротив, после недавнего выступления Маска на шоу Saturday Night Live, где он также пошутил про Dogecoin, ее курс начал падать. Сейчас по капитализации Dogecoin считается четвертой крупнейшей криптовалютой в мире. Шведский стартап Einride, разрабатывающий шаттлы для автономной перевозки грузов, успешно закрыл раунд финансирования серии B на сумму 110 миллионов долларов. Компания поставляет электрогрузовики T-Pot без кабины, которые могут совершать рейсы как полностью автономно, так и с помощью удаленных операторов. По заявлениям Einride, отказ от традиционных тягачей в пользу T-Mod значительно снижает расходы компаний-клиентов, использующих дизельные грузовики, и минимализирует вредные выбросы. T-Pot – это визитная карточка Einride, которая уже пользуется спросом у популярных брендов вроде Coca-Cola, Electrolux и так далее. Один шаттл вмещает до 18 евро поддонов, способен преодолевать расстояние до 160 километров на одной зарядке и разгоняется до 80 километров в час. Клиенты Einride могут использовать полностью автономный режим, который предполагает передвижение по заранее проложенному маршруту или функцию дистанционного управления. В последнем случае операторы Einride будут контролировать T-Pot большую часть рейса. Сейчас эксплуатация Einride разрешена только в ограниченных зонах, на территории крупных предприятий и на некоторых дорогах Европы. Но в течение следующих двух лет стартап планирует работать с государственными регуляторами Европы и США, чтобы получить сертификаты на поездки по шоссе и улицам крупных городов. В дополнение Einride также запустит цифровую платформу для операторов связи, которые займутся планированием, составлением графиков и маршрутизацией шаттлов T-Pot. Впервые роботизированная подметательная машина Trombia Free финской компании Trombia Technologies вышла на уборку улиц Хельсинки в прошлом году. Для начала ее маршрут пролегал вдоль велосипедной дорожки Хельсинки-Банна, а также по ночным улицам в нескольких районах города. Роботизированный дворник представляет собой нечто среднее между огромным автономным пылесосом и газонокосилкой размером 3,5 на 2,3 метра с перспективой увеличения до 3 метров за счет двух дополнительных водосточных метел. Для передвижения по улицам и дорожкам в Trombia Free применяется технология машинного зрения с помощью лидара. Робот всепогоден, может самостоятельно обходить препятствия и работать в любое время суток. Его скоростные возможности ограничены от 2 до 6 км в час. Впрочем, в нерабочее время он может разгоняться до максимальных 10 км в час. В компании сообщили, что робот использует менее 15% своей мощности при всасывании мусора и подметании, на что расходуется от 6 до 10 кВт в отличие от дизельных аналогов, расходующих от 70 до 130 кВт. Беспилотный дворник оснащен фирменными батареями мощностью 45 или 90 кВт часов. Рассчитанных от 8,5 до 17 часов работы в экономичном или на 4-8 часов в непрерывном режиме. В планах Trombia Technologies проведение 10 пилотных программ, после чего в конце начнутся предварительные продажи. Для всех желающих робот будет доступен уже в первом квартале 2022 года. При взгляде на электроконцепт MG Cyberster трудно представить, что это нечто большее, чем шоу-кар, демонстрирующий полет фантазии и творческие способности нового дизайнера бренда. И тем не менее, это не так. Компания официально объявила, что запускает модель в серийное производство, основываясь на интересе публики. Виртуальная премьера концепта MG Cyberster состоялась в начале апреля, а спустя несколько дней его привезли на шанхайский автосалон, где с электроспорткаром смогли ознакомиться все желающие. Бренд MG и материнский концерн Seik объявили, что если электромобиль соберет более 5000 предзаказов до 31 июля, то MG серьезно задумается о запуске серийной версии. Более 5000 предзаказов на краундфандинговой платформе MG Cybercube удалось собрать заметно раньше, так что проекту дали зеленый свет. Особо стоит подчеркнуть, что предзаказ не представлял собой ни к чему не обязывающего согласия. Каждый из 5000 потенциальных клиентов внес порядка 150 долларов, в знак серьезности своих намерений. Полной суммы в 780 тысяч долларов явно недостаточно для запуска серийного производства. Однако в настолько интересный публике проект вложится сам бренд. По данным разработчиков, компактный двухдверный двухместный родстер MG Cyberster с открытой крышей и поддержкой 5G будет способен разгоняться до сотки менее чем за 3 секунды. А запас хода от батареи неназванной емкости составит порядка 800 километров. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков для него, обязательно подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте его друзьям. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные техно-выпуски. Обязательно подписывайтесь на наш ТикТок и другие полезные ресурсы. Все ссылки будут в описании. Ну а с вами был, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного солнечного настроения. Увидимся в следующем выпуске. Пока.